Мусорные жулики, затаившись для вида, расширяют место действия. Нам впервые удалось заснять главного по нелегальным свалкам, и для этого нам пришлось пойти на хитрость. Напомню историю вопроса. Вот уже месяц мы рассказываем о нелегальной свалке в Преокском районе на улице Завражной. Там некие дельцы купили пару гаражей в гаражном массиве на обрыве оврага. От гаражей оставили только ворота, и эти ворота стали въездом на свалку. Овраг заваливали мусором, и он превратился в настоящий мусорный полигон. Во время съемок репортажей об этом грязном, но прибыльном бизнесе нашему корреспонденту грозили расправой, а у сотрудника Преокской администрации, который начал активно бороться с этой свалкой, сожгли машину. Но, в конце концов, тяжелая техника со свалки была изъята. Подъезды к гаражу свалки завалили землей, а активная жизнь на мусорном полигоне вроде бы замерла. Почему вроде бы? Да потому что организаторы этой нелегальной свалки продолжают активно рекламировать свои услуги в соцсетях и мессенджерах. Цены у них ниже, чем у официальных мусорных операторов, да и ехать далеко не надо. Мы решили позвонить этим людям сами, под видом клиентов. Алло, Алексей? Да. Здравствуйте, я по объявлению. Ага. Самое, у меня машин пять мусора, это за сколько может принять она? Какие машины-то? Камазы. Камазки, да, подушки. Ага. Там не важно, какой мусор-то? Да ***. Понял. А когда и куда подъехать можно? Ну ты как бы, друзья, будешь начинать? И ты мне говори, я тебя сориентирую, там в одно, во второе место раскидаю. Или в советском, или в трехсвах. А я тебе первый рейс встречу, покажу все, куда проехать и уеду. А 40 будет вас принимать. Мы договорились о времени и месте встречи на улице Завражной. Мы уже показывали вам черный Volkswagen Touareg в наших прошлых репортажах. Люди в этом автомобиле в течение нескольких дней следили за нашей съемочной группой, но сразу сбегали, едва мы пытались к ним приблизиться. И вот в условленном месте, куда мы должны были подъехать с пятью Камазами мусора, нас ждал этот самый черный Touareg. И нам, наконец-то, удалось заснять управляющего этой свалкой. Скажите, вы организатор несанкционированной свалки? Я, о чем говорите, девушка? Вы организатор. Почему вы загрязняете территорию? Здорово, остановись, мужик! Постойтесь, поговори с нами. Вы сейчас там что на свалке делали? Вы уже оттуда выехали? Я стоял просто там. А? Что не делал, стоял. Вы мусор счищали? Нет. А сюда часто приезжаете? Нет. Здесь знаете, что свалки не функционированы? Я ничего там не знаю. Мусор куда везешь? А ты туда проехал с мусором, что ты там делал? Да. Ну мы тебя видели, ты проехал с мусором сюда вниз. Ты что делал? Да. Переход, уговорю, адрес. Кстати, мусор туда же ехал. Он остановился, тот махнул, типа езжается. Кто кому махнул, вы говорите? Да, под который открывает там ворота. Вот этому, чтобы не заезжал? Не знаю, является ли этот Алексей на Фольксвагене владельцем мусорного бизнеса, но точно, что он один из организаторов. Вернемся к нашему с ним телефонному разговору. Как вы слышали, он предлагал еще одно место для свалки мусора в советском районе. Это то самое садовое товарищество родник, с которого все и началось в нашем городе более 10 лет назад по этой же самой схеме. Тогда некий Артем Мурель купил там садовый участок и стал складировать мусор. Садовое товарищество стояло во враге. Сначала Мурель завалил свой участок, потом мусор переваливался на соседние. В результате вместо садов теперь мусорный полигон. 10 лет с ними боролись, накладывали штрафы, прокуратура и полиция проводили проверки, но долгое время ничего не менялось. Лишь в ноябре 2018 года мусорная деятельность в садовом товариществе затихла. Росприроднадзор изъял оттуда технику, которая вела работы на незаконные свалки. Но жулики времени не теряли. Они, как выяснилось, стали осваивать новое место в Преокском районе, который вы только что видели. Но когда с ними и там стали бороться, они вернулись назад, в Советский район. Они вернулись на прежнее место своего обитания. Это Советский район, улица Чачиной. Свалку вы видите сами. Она в последние дни, как на завраженной стала тишина, стала обновляться здесь. Организаторы в нынешний момент те же самые, что и на улице Завражной. На них все материалы уже собраны, дела возбуждены. Там очень много всяких статей. Все в разработке управоохранительных органов. А здесь свалка, она уже была. Она здесь исторически сложившаяся. Я занимался территорией, был начальником службы безопасности в одной этой организации коммерческой, которой принадлежит территории. Вот пытался тоже прекратить эту свалку. Все то лето мы с ней боролись. В итоге при помощи, при поддержке, так скажем, сотрудников полиции и потребнадзора, распределанадзора, также была отсюда изъята техника. И после этого свалка затихла. Единственное, что после этого в отместку мне сожгли машины через пару дней. Мы не ожидали, что люди настолько безбашенные, что готовы пойти на такое. Но поскольку стало известно, что и у Евгения сожгли автомобиль, то, видимо, это их стандартные методы решения проблем. Сейчас все продолжилось, вернее, возобновилось. Сколько опять тут машин, наверное, 100 завезено. Я так прикидываю. Поэтому техники здесь никакой нет. В бытовке я посмотрел, никого нет. То есть, видимо, все разбежались или к ночи приходят. Мы предпринимаем максимум усилий для того, чтобы остановить сброс мусора везде. И на Зоовражной. И где бы они не попытались это сделать. Я просто этим занимаюсь, поскольку сожгли мою машину. У меня здесь личный интерес привлечь его к ответственности, чтобы наказать его за подзор. Подчеркну. Незаконный мусорный бизнес процветает в Нижнем Новгороде более 10 лет. Правоохранительные органы ничего не делают. А сотрудников администрации, которые пытаются бороться, горят машины. Очень интересный факт выявила проверка Росприроднадзора, который и изъял с нелегальной свалки в роднике строительную технику. Как сообщает новое дело, эта техника принадлежала некой сотруднице полиции, которая работает в ГУВД области. Сегодня мы обратились с официальным запросом в ГУВД с просьбой прокомментировать изложенные данные. Однако там комментировать эту связь отказались. Лишь сообщили, что в ноябре, видимо, сразу после изъятия техники Росприроднадзором, который и вскрыл связь полиции и нелегальных мусорщиков, эта сотрудница была уволена из ГУВД области. Она была уволена из ГУВД в ноябре 2018 года по основаниям, предусмотренным статьей 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Кстати, расторжение трудового договора – это, судя по всему, единственное наказание, которое понесла сотрудница ГУВД области после того, как Росприроднадзор изъял технику с нелегальной свалки. По неофициальным данным, эта сотрудница является гражданской женой того самого Алексея на Фольксвагене. Вот такой вот союз мусорщика-нелегала и сотрудника полиции.